Привет, это Семён Пыхтеев и канал BoardGamesVideo. Мы рассказываем про настольные игры. И сегодня у нас наконец-то уже Саркома, карточная игра. Кооперативное приключение, которое доставит вам немало часов отличного и леденящего душу. Развлечение. Сейчас мы приступим к обзору, но будьте осторожны. В видео есть небольшие спойлеры, просто чтобы лучше показать некоторые механики. Мы постарались ограничиться самым минимумом. Так что не волнуйтесь, впереди вас еще ждет не один поворот сюжета. Уже Саркома, карточная игра, это командная настолка, в которой каждый из игроков возьмет на себя роль сыщика, расследующего мистические события и противостоящего потустороннему злу. На протяжении нескольких сценариев команда сыщиков будет противостоять силам мифов, пытаясь раскрыть тайны и заговоры. Сценарии имеют последствия и объединены в компанию, рассказывающую целую большую историю в мире, который готов погрузиться в пучину безумия. В начале игры нужно выбрать себе сыщика и составить для него колоду. В базовом наборе пять сыщиков разных классов. Хранители. Те, кто считает своим долгом защищать других. Агент Роланд Бэнкс не привык иметь дело с потусторонними силами. Но физическая подготовка и верный револьвер пока не подводят в борьбе с разными тварями. Искатели стараются исследовать мир и силы мифов. Библиотекарь Дейзи Уокер, вооружившись энциклопедией и лупой, способна найти любые улики на месте событий. Мистики оказались слишком близки к волшебству и чарам. Официантка Агнес Бэйкер владеет запретными знаниями и заклинанием иссушения, что может порой навредить ее собственному рассудку. Ловкачи коварны и часто преследуют собственную выгоду. Уголовник Скат Отул не постесняется воткнуть нож в спину или использовать кражу со взломом, если это в его интересах. Выжившие – обычные люди, которым не посчастливилось оказаться в водовороте интриг. Беспризорница Венди Адамс готова к самым отчаянным мерам ради выживания, будь то рытье в мусоре или отвлечении монстра бродячим котом. Каждому сыщику нужна колода. Это его вещи, заклинания, союзники и действия, которые помогут справиться силами зла. Вы можете составить индивидуальную колоду для каждого сыщика, используя его сильные и слабые стороны. Если вы играете впервые, то чтобы поскорее приступить к приключениям, воспользуйтесь стартовыми колодами, которые указаны в правилах. В колоде каждого сыщика есть его персональные карты, которые дополнительно раскрывают его личность. Обычно это мощная положительная карта, такая как медальон Венди, и индивидуальная карта слабости, например, оставленная и одинокая. Еще одну случайную карту базовой слабости сыщик замешивает в колоду в начале кампании. Слабости отражают страхи и недостатки персонажа, преследующие его постоянно. Время начинает расследование. Сюжет будет развиваться с помощью колоды сцен и колоды замыслов. Колода сцен показывает успешные действия сыщиков во время сценария. Как правило, она требует собрать определенное число улик в локациях для продвижения к следующей сцене. Колода замыслов символизирует успех темных сил мифов, действующих против сыщиков. Каждый ход на ней будут появляться жетоны безысходности, пока их не станет достаточно для продвижения к следующему замыслу. На обратной стороне обеих колод есть инструкции, которые показывают, что произошло в партии и как развивается сюжет. По ходу сценария сыщики будут путешествовать по разным локациям, расследуя происходящее. Для этого им нужно собирать жетоны улик, исследуя местность. Локации отличаются особыми свойствами, которые могут как навредить сыщикам, так и предоставить им новые возможности. Для исследования локаций сыщики используют свой навык интеллекта. Время от времени из разных мест, обычно из колоды контактов и в начале хода, будут появляться различные монстры и напасти, которые подвергнут персонажей смертельной опасности. С ними придется справляться, и совсем не всегда это будет просто. С монстрами нужно сражаться или убегать от них, используя навыки силы или ловкости. А карты напастей частенько будут требовать провести проверку навыка воли. Для определения успешности многих действий, в карточном ужасе Архема сыщики сравнивают свои значения навыков с требуемым на картах значением. Но не все так просто. При каждой проверке навыков требуется вытянуть жетон из так называемого «мешка хаоса». И здесь сыщиков обычно не ждет ничего хорошего. Чтобы повысить свои шансы на успех, сыщики могут сбрасывать карты с руки, в отчаянной попытке повлиять на исход проверки перед тем, как вытянуть жетон хаоса. У карт сыщиков есть и другое важное применение. В каждый ход сыщики будут получать карту и жетон ресурса, за который можно эти самые карты разыграть. Это могут быть карты активов, которые дают постоянные бонусы и новые возможности. Карты событий. Они применяют одноразовые положительные эффекты. А вот карты навыков разыграть нельзя, но они дают дополнительные бонусы при проверках. Чтобы перемещаться, сражаться с монстрами, исследовать локации, разыгрывать карты и выполнять другие действия, у каждого сыщика есть всего три действия за ход. И это важно, ведь игроки будут стремиться продвинуть колоду сцен быстрее, чем силы зла продвигают колоду замыслов. Если им это удастся, по окончанию сценария их ждет более благополучный исход, который в дальнейшем поможет в кампании. После окончания сценария сыщики получают опыт, который могут потратить на то, чтобы взять новые карты в колоду или улучшить уже имеющиеся. Так они подготовятся к более суровым испытаниям, которые ждут их в дальнейшем. По итогам сценария можно получить в колоду даже сюжетные предметы или союзников. Но можно получить и постоянные травмы, из-за которых ваш сыщик может погибнуть или сойти с ума. Карточный ужас Архама – атмосферная и насыщенная игра, каждая партия в которой станет отчаянной борьбой за существование. Тем слаще победа. В игре есть разные кампании, каждая из которых рассказывает свою историю. В них вас ждут новые сыщики, новые карты для колод, новые враги и напасти и, конечно, новые игровые механики. Базовый набор обеспечит всем необходимым двух игроков, а с двумя такими наборами можно играть уже вчетвером. Второй набор пригодится и в том случае, если вы хотите иметь побольше карт для экспериментов с собственной колодой. А теперь лайфхаки, как быстро собрать колоду и подготовить сценарии. Разложите все карточки сыщиков по цвету. Уберите цветные карты, у которых есть это карты за очки опыта. Они понадобятся вам после сценария. Посмотрите, какие классы доступны вашему сыщику. У Роланда это синие карты хранителя и оранжевые карты искателя. Из серых нейтральных карт возьмите две карты нож, две карты фонарь, две карты неприкосновенный запас. Дальше возьмите четыре серые карты навыков в зависимости от сыщика, как показано на рисунке. Добавьте персональные карты выбранного сыщика. Теперь дополнительно возьмите указанную карту слабости. Перемешайте и колода готова. Чтобы быстро подготавливать сценарии, просто храните ваши карты стопками по типу и значкам набора. Первый сценарий требует набора контактов Встреча, Крысы, Упыри, Охваченные страхом, Древнее зло и Пронизывающий холод. Положите в игру локацию кабинета. Все другие локации с таким же значком отложите в сторону. Упыря жреца, Элиту Чандлера, тоже отложите в сторону. Перемешайте колоду контактов. Выложите колоду замыслов и колоду сцен в порядке указанных цифр. Пора начинать. Две вещи, которые стоит помнить про карточные лужи Сархемы. Первое, это та категория игр, которую называют хардкором. Здесь много разных игровых механик, и много всего происходит во время партии. Это делает его особенно интересным. И второе, это одна из лучших игр, чтобы начать знакомство с хардкорным сегментом. В кооперативных играх не такую большую роль играет разница в уровнях игроков, а еще всегда можно спокойно сесть, совместно подумать и обсудить действия. Так что, если вы планируете осваивать крутые и комплексные игры, соберитесь вечером за этой настолкой. Базовая кампания очень хорошо, а самое главное, постепенно объясняет все основные концепты игры. Так что, затеряться в процессе вам не грозит. Только помните, что эта игра по мифам Лавкрафта, а значит, здесь выиграть все сценарии просто не получится. Ну, кампания обычно на этом не заканчивается в большинстве случаев. Так что, азарт будет с вами до самого завершения. Счастливого или печального. На этом все. Это был Семен Пыхтеев на канале Борд Геймс Видео. Разумеется, это было не последнее наше видео по карточному ужасу Архма. Подписывайся, жми колокольчик и ничего не пропустишь. А в комментариях пиши свои безумные истории из игр по мифам Лавкрафта. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»